Я никогда не взялся бы оценивать Юлиана Семеновича Семенова как литератора и писателя, потому что есть специально обученные люди, у них профессия так называется «литературоведы». Они гораздо грамотнее могут разложить по полочкам все его творчество. Я его могу оценивать как медиа-менеджера, организатора и как человека. Я считаю, что это один из самых ярких и знаковых авантюристов XX века. Под авантюристом я имею в виду позитивное качество человека, который... Есть сейчас такое слово «челлендж», вызов. Человек, который умел делать проекты, которые сами по себе были вызовами. И он сам был таким проектом. Это был вызов системе. У меня впечатление, что он сумел каким-то необыкновенным образом обмануть систему, потому что про него говорили, что он сотрудничает с Комитетом государственной безопасности, что он был завербован после того, как случайно на охоте застрелил лесника. Известная достаточно история. Не знаю, правда это или нет. Сотрудничал он или нет, опять же, я не знаю, потому что любых более-менее заметных журналистов, он был очень заметным публицистом и репортером, конечно, пытались вербовать. Ну, вербовали. Завербовали или нет, не берусь сказать. Во всяком случае, я помню, несколько раз был свидетелем в Мексике, один раз, второй раз во Франции, когда его зарубежные журналисты спрашивали, что, правда ли, что вы полковник первого управления КГБ, он возмущался и говорил, что это вообще абсолютная ложь, я уже давно генерал, никакой я не полковник. То есть у него была такая манера, которую сейчас бы, наверное, опять же, если мы говорим о современном сленге, назвали бы троллингом. Он любил потроллить своих зарубежных коллег. Но дело в том, что вот он умел, не будучи членом партии, членом КПСС, что вообще было удивительно для человека, который состоял в Союзе, писатель в Советском Союзе, сейчас, наверное, немногие об этом помнят и понимают, каково это было быть таким вот, ну, не системным. Создавал себе в партийных кругах, верхах репутацию человека с Лубянки. И там ему многое позволялось, потому что думали, ну, наверное, это он согласовал, где надо. Он все время придумывал какие-то ходы. Я помню, когда он организовывал первое частное издание в Советском Союзе. Это называлось совершенно секретно. И так сложилось, что я был первым штатным сотрудником этого издания. У меня до сих пор есть удостоверение за номером 001 из подписи Юлиана Семеновича Семенова. Требовалась виза тогдашнего куратора всей медиаотрасли, Егора Кузьмича Легачева, члена Политбюро ЦК КПСС. И он сказал, что он не может позволить даже такому писателю, уважаемому авторитетному, как Юлиан Семенов, делать собственную газету или собственный журнал. И Юлиан Семенович сказал, что у нас будет бюллетень. И сделал какое-то такое обоснование, что бюллетень это вообще не пойми чего. Вроде это даже как и не средство массовой информации. Отправил эту записку в ЦК КПСС. И Легачев завизировал эту историю, потому что бюллетень, ну действительно, что такое бюллетень? И существовал так называемый главлит, где ставилась соответствующая виза на всю печатную продукцию. Так вот, поскольку совершенно секретно был бюллетенем, то, собственно, никакой визы, как придумал Юлиан Семенов, не требовалось. Он совершенно, как до этого в советские времена, он был одержим идеей поисков интерной комнаты, вывезенной гитлеровцами из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Так вот, позднее, после 87-88 года, он был одержим идеей поисков так называемого золотопартии. Ему это сделать не удалось, но он совершенно отпечатал не только людей, которые смотрят фильмы, экранизованные по его произведениям, не только людей, которые читают его книжки, но и тех людей, которые вообще изучают феномен личности, потому что он был потрясающий, совершенно штучный человек. И я уверен, что он пока еще в полной степени не оценен нами, людьми, которые его наследовали, людьми, которые его знали и которые его помнят.